Дело происходит на острове, где живут рыцари, которые всегда говорят только правду, и лжецы, которые всегда убьют. Если человек говорит, я лжец, является ли он жителем острова? Нет. Почему? Потому что если он говорит фрагу, то получается, что он всё время должен врать. А если же он всё-таки лжец, то тогда тоже будет... Если он говорит правду, если он правдивый человек, то он не будет для себя клеветать. Он не будет говорить, что он лжец, если он на самом деле рыцарь. Если же он рыцарь, то он соврёт про себя. А если он был лжец, то он соврёт про себя. И поэтому лжец тоже скажет, что он рыцарь. Разумно? Да. Разумно. Отлично. Следующая задача. Каждый из собравшихся на площади людей объявил остальным все вы лжецы. Скажите, сколько на этой площади собралось рыцарей и сколько лжецов? Пожалуйста. Был один рыцарь, а все остальные лжецы. Почему? Пожалуйста, мы идем до стиха. Рыцарь говорит, что все вы лжецы. И он говорит правду, потому что он один рыцарь, а все остальные лжецы. И каждый жеец будет говорить, что все один из мытянных, он урод, и на все рыцарь, один рыцарь и все лжецы. Рыцарь будет говорить, что все вы лжецы, поскольку один из них будет рыцарь, он, следовательно, лжет, что удовлетворяет условия и задачи. Рыцарь будет говорить, что все вы лжецы. И будет правдив, поскольку все, собравшиеся на площади, будут лжецами. Следовательно, один рыцарь, а все остальные лжецы. Шо, 291, замечательная задача. Каждый из семерых, сидящих за крупным столом, сказал, «Мои соседи, лжец и рыцарь». Давайте я нарисую вам круглый стол. И за ним семь человек. Вот эти точки – это люди. Требуется... Один из вариантов ответа – то, что за столом сидят только лжецы. Да, наконец. Такая ситуация действительно вполне возможна. За столом собрались исключительно лжецы. Тогда каждый из них соврал, что его соседи – лжецы, рыцарь. И автоматически у нас все получилось. Согласны? Да. Замечательно. А еще какая-нибудь ситуация возможна? Тут нет, два рыцаря сидят рядом, а все остальные – лжецы. Два рыцаря, а все остальные – лжецы. Давайте посмотрим. Рейцарь, вот рейцарь – лжец, лжец. Там будет правда, лжец скажет правду. Проблема, что вот этот лжец скажет правду и стал лжец. Поэтому нет, Валентин, вы сейчас не правы. Такая ситуация. В первом месте два рыцаря. Это при девяти, а не при семи. Лжецы. И так, и так. Спасибо, садитесь. А рыцарь же салжет. Эх, то вы здесь поставили вот так. Там рыцарь салжет, там два лжеца. Ну что же? Кто же? Рыцарь салжет, там, которые… Вот этот, да? Рыцарь салжет. И еще один рыцарь салжет. Не важно, важно, что один уже салжет. Ну да. Это уже нарушило условия задачи, поэтому так нельзя. Хорошо. Все, обращение. Ребята, главное, что вы сейчас придумываете конструкцию вместо того, чтобы решать задачу. Кто может решить задачу, разобраться с ситуацией, а не так вот сидеть и выдумывать одно, другое? То есть, повторяю, один ответ вы придумали. Если все являются лжецами, да, пожалуйста. Ну, должно быть так, должно быть, во-первых, нечетное количество, и чтобы делилось на три. Матвей, вы пытаетесь слишком много, вы пытаетесь сразу решить задачу в общем виде, когда вы мне не рассказали даже про сей-про-семь. Можете рассказать решение для семи человек? Все лжецы? Нет, это ответ. Решение. Объяснение того, что не бывает другого. Если бы сидел хотя бы один рыцарь, да, они должны сидеть парами. Между ними должен быть потом один лжец. На самом деле, смотрите, Валентин сейчас произнес важную фразу. Чтобы сидел хотя бы один рыцарь. Действительно. Ведь либо они все лжецы, либо где-то есть рыцарь. Так давайте и напишем. Вот здесь вот рыцарь. У него должны быть пара. У него должны быть соседи лжец и рыцарь. Что это означает? Два рыцаря, а то лжец. Рыцарь и лжец. Согласны? Вот у этого соседей. И у этого тоже соседи лжец и рыцарь. Значит, здесь рыцарь, а здесь кто? Лжец. Лжец. Замечательно. Но что, рыцарь и лжецарь. Но тут лжецы сидеть не могут на следующем дне. Лжец здесь не может сидеть. Почему? Потому что иначе этот лжец сказал бы правду, что мои соседи рыцарь и лжец. Значит, здесь должен быть обязательно рыцарь. Рядом с ним должны быть пара, иначе он будет. Рядом с ним рыцарь, лжец. Кто там? Рыцарь. Рыцарь, да. А туда уже никого не посадишь. Да, туда уже никого не посадишь. Потому что если вот так вот рассуждать, у этого рыцаря соседи должны быть рыцарь и лжец. Здесь должен быть лжец, и тогда получается, что этот лжец сказал правду. А если там рыцарь, то получится, что этот рыцарь собрал. В любом случае получилось противоречие. Таким образом, когда семь человек, то действительно ситуация очень простая. Теперь давайте посмотрим, когда у нас девять человек. Когда девять человек, то картинка, смотрите, как будет год на девять человек. И здесь рыцарь. Тогда здесь рыцарь, то здесь лжец. И там лжец. И самое главное, что здесь будет опять рыцарь, здесь будет опять рыцарь. Здесь рыцарь и рыцарь. Здесь будет вот С. А, и рыцарь и рыцарь. И рыцарь и рыцарь. То есть, правильно, что надо говорить? Если количество людей за этим крупным столом делится на три, то вот так вот легко все сделать. Р, Р, Л, Р, Р, Л, Р, Р, Л и так сколько надо раз. Если у нас количество делится на три, вот, кстати, в трое этих инфекциях стоит, то все легко. Если натрий не делится, то годится только ответ все лжецы. Отлично. С этой задачей мы забрались. Теперь 292-я. Представьте, что все лжецы живут в одном городе, а все рыцари в другом. Ну, такая возможная ситуация. Да, такое бывает. Как выяснить у аборигена, куда ведет дорога? В город рыцарей или в город лжецов? Повторяю. У нас есть какой-то город, где все жители лжецы. Есть какой-то другой город, где все жители, где все-все-все наоборот. И вы должны задать один вопрос у встретившегося вам человека, чтобы узнать дорогу в город рыцарей. Какой вопрос вы хотите ему задать? Я помню, только куда ему задать. Если вы просто без искусства спросите, куда ведет эта дорога, то возникнет неприятная ситуация. Вы не знаете, с кем разговариваете. Вот если бы вы могли подойти и спросить, скажите, пожалуйста, 8 равно 8? Он бы вам сказал, да, если он лжец, нет, если он лжец, вы бы, что называется, знали, с кем разговариваете. И после этого уже понятно, все, но у вас есть возможность задать только один вопрос. А раз так, то вы должны как-то хитро сформулировать этот вопрос. Вы спросите, это дорога? Если он ответит нет, то значит он лжец. Нет. Выяснить, кто он, вы, конечно, можете. Только вот, извините, вы не можете после этого уже задать вопрос. Вы уже истратили все свои вопросы. У вас была возможность задать один вопрос. Да? Ну, я помню ответы. Эта дорога ведет ваш город? Угу. Матвей пришел на занятие во всеоружии. Он просто заранее знает решение всех задач. Это дорога. В ваш город? Эта дорога ведет ваш город? Если он рыцарь, если дорога ведет в город лжец, он скажет нет. Если он рыцарь и дорога ведет в его город? Нет, не его город. В его. Пусть дорога ведет в город лжец. Он рыцарь и дорога ведет в лжец. Он так, честно, и скажет. Да. Замечание. А если нет? Если в город лжецов? Ну, он скажет нет. Он тоже скажет нет. Да. И это тоже будет правильно. В результате мы поймем, что надо идти не по нижней. Лжец скажет так. А вот есть лжец. А вот есть лжец. Лжец. Смотрите, какая вещь. Лжец, конечно, врет. Но зато и ваш город, это город лжецов. У нас получается не-не. Поняли мы смысл? Двойное отрицание – это то же самое, что «ничего не делать». То есть, неправда, что я сегодня не ел. Что это значит? Я сегодня не ел, да? Вот. Не-не – это то же самое, что «ничего не говорить». Двойное отрицание. Так вот, эта дорога в ваш город – это действительно решение задачи. Если дорога в город рыцарей, и вы спрашиваете о рыцаре, он так и ответит «да». Если дорога в город лжецов, и вы спрашиваете о рыцаре, он так и ответит «нет». И то же самое, когда лжеца спрашиваете, вот, скажем, смотрите, лжеца спрашиваете, и дорога ведет в город рыцарей. Тогда вы же спрашиваете ваш, в смысле, про город лжецов. И он еще и согрет. В результате все будет как надо. Двойное отлицание. Следующая задача примерно на ту же самую тему, только в более смешной оболочке. Какой один вопрос вы задали бы жителю острова, чтобы узнать, живет ли у него дома ручной крокодил? Когда живет ли в вашем доме крокодил? Живет ли в вашем доме крокодил? Ну и что? И вот, представьте себе, вы наложится нарывались. Понимаете, в чем дело? Там двое жителюцание было за счет того, что ваш-не-ваш управляло тем, в городе, а здесь-то этого эффекта нет. Да, пожалуйста. Ответили бы вы утвердительно. У вас дома живет еще какая-то крокодил? Кстати, обратите внимание, ребята, здесь слово «вы» написано с большой буквы. Почему? Потому что обращение к одному человеку. К одному человеку. Замечательно. Если бы я обращался к молодым сразу, то вы с маленькими. Почему? Потому что один человек, безусловно, ценнее толпы. В правилах русского языка это очень жестко видно. Когда один человек, мы пишем с большой буквы. Когда вы, скажем, не знаю, там, все, 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 толпа всегда глубее каждого отдельного человека. Поэтому толпа, она обязательно смотришь. Итак, ответили бы вы «да» на вопрос, живет ли у вас дома ручной крокодил? Давайте раздевать. Если рыцарь, то он бы, конечно, ответил, если у него живет крокодил «да». Если у него не живет крокодил, то он бы ответил «да». Разумно? Да. То есть он все бы, как есть, так бы и сказал. Все нормально. Если лжец, то история очень простая. Лжец соврет. Но здесь, внутри же, есть еще один вопрос. Понимаете? А два раза соврать, как ладошку перевернуть. Перевернул и назад перевернул. Все вернулось в исходное состояние. Получается, что здесь нам удалось устроить это самое двойное отношение. Смысл поняли или нет? Да. Да, отлично. Не совсем, давай. А вот как я поняту, что у нас есть двойное отношение к Минусу? Ну, минус, плюс, минус. Минус и минус. Я уже, я вот говорю, вот, есть у меня ручной крокодил. У меня его нету, я говорю, нет. Давай разберемся. Пусти лжец, и у тебя на самом деле крокодил не будет. Да? Да. Смотрим. Живет ли у вас дома, что он крокодил? На самом деле он у тебя не живет. Да. Но поскольку ты лжец, то ты рассказал, что живет. Да? Вот. А теперь тебя спрашивают. Сказал бы ты да? А. Понятно. Ты говоришь, нет. Так у нас же всего один вопрос. Да. Один вопрос, но может быть, сколько будет длинным. То есть ответ на него, это слово да или нет. Но конструкция, которая в этом вопросе, она может быть длинной. Пожалуйста, вот у нас три строчки записаны. Но ответ на него да, это не несколько да-нет, а только одно. Четвертое, это для вас. Я не буду ее сейчас за вас решать. Некоторые жители острова рыцарей и лжецов заявили, что на острове четное число жителей. Давайте запишем. Четное число рыцарей. Четное число рыцарей. Так сказали некоторые люди, несколько человек. А все остальные сказали, что на этом же острове нечетное число лжецов. Так сказали остальные. То есть вообще любой человек сказал либо эту фразу, либо этот вопрос. Может ли количество жителей острова быть нечетным? Повторяю. Некоторые жители острова рыцарей и лжецов заявили, что на острове четное число рыцарей. А остальные заявили, что на острове нечетное число лжецов. Может ли число жителей острова быть нечетным? Не может быть такого, что жителей на острове было четное число. Потому что на каждый вопрос может ответить либо только рыцарь, либо только лжец. Например, нечетное число... Если и рыцарь, и лжецы говорят правду, то получается, что либо лжецы говорят правду, либо рыцарь говорят не правду. Поскольку у нас лжецы всегда врут, а рыцари говорят не правду, то на один и тот же вопрос они должны давать разные ответы. И поэтому действительно, либо все рыцари у нас здесь, а все лжецы там, или все лжецы... А нет, хотя, знаете, еще есть такая возможность? Можно? Например, может быть, на этом острове вообще нет лжецов. Да. Тогда здесь говорили только рыцари... А давайте эту возможность сразу разберем, а? Они получат, там нечетное число количество. Да, поставите. Представьте, что здесь у нас все рыцари это говорят. И здесь тоже это говорили только рыцари. А лжецов у нас вообще на этом острове нет. А тут нечетное количество, а четное лишь ноль, это четное. Правильно. Рицарь не мог сказать, что нечетное число лжецов, если лжецов на самом деле нет. Поэтому эта ситуация невозможна. Хорошо. А другая ситуация, когда у нас только лжецы. Так бывает? А, тогда лжецы скажут правду. Лжецы. Это четное число рыцарей, да? Четное число рыцарей. Ну, ноль рыцарей. То получится, что лжецы скажут правду. Такая ситуация, значит, невозможна. Александр Васильевич. Да. А там же сказали, что в задаче некоторые только жители сказали. Может быть, ноль. Значит, понимаете, некоторые, а вдруг ноль. Такой принцип тоже нельзя исключать. Так, значит, либо у нас рыцари здесь, лжецы здесь. Либо у нас с вами наоборот. Лжецы говорили так, а рыцари говорили так. Давайте разбираться. Как у нас с количеством народа? Если лжецы врут, значит, рыцари четное количество. А поскольку... Я сейчас рассматриваю верхний вариант или нижний? Это сейчас не видно. Нижний вариант. Лжецы врут, поэтому рыцари нечетное количество. Правда. Дальше. Рыцарь говорит правду. Правда. Лжецов нечетное количество. И общая сумма какая? Нечетное? Нечетное. Четное. Отлично. А верхний случай? А верхний тоже четное. Потому что рыцари говорят правду, значит, их четное число. А лжецы врут, получается, что их тоже четное. По-моему, правда. Действительно, лжецы врут, значит, на самом деле четное. Рыцари говорят правду, значит, их четное. Сумма двух четных четное. То есть в любом случае, либо нечетное плюс нечетное. Это нижний вариант. Либо четное плюс. Четное – это верхний вариант. Победа? Нет, не совсем. Почему? А то сказали некоторые числа жителей острова Иеронцари и лжецев. Может быть, там перешло всего, а сказало 7 рыцарей, а там остался еще один рыцарь. Если один рыцарь что-то сказал, значит, уже так оно нечетно. Да, я понимаю. Если один лжец что-то сказал, то, значит, все остальные лжецы скажут то же самое. Потому что считается, что у них у всех есть полная информация. Все знают друг про друга, кто там рыцарь, кто лжецы. Если один сказал, значит, так оно и есть. Нет, а если всего живет на острове 5 рыцарь, лжецов, Их просто не спрашивали, а спасили только всех рыцарей. Там же сказано не всех, кто спросили, а некоторые жители острова. Там же есть остальные лжецы. А потом еще остальные спросили. Некоторых спросили. А вы спросили остальных. И они сказали, что на острове четное число рыцарей. Других спросили, все другие говорили, что на острове нечетное число лжецов. После этого разбираем варианты. А именно говорим, что не могли на один и тот же вопрос отвечать и рыцари, и лжецы. Дальше все как можно делать. Вася сказал, что на его день рождения было больше шести гостей. А его сестра сказала, что гостей было больше пяти. Сколько было гостей, если известно, что одно утверждение верное, а другое, сложное. Получается, что у гостей всего было шесть. Почему? Его сестра заявила, что у гостей больше пяти. Значит, она сказала правду. И Вася сказал у ложь, потому что он верил, что больше шести было гостей. То есть, если они противоречат друг другу, то не может быть так, что Вася сказал правду, а сестра сказала неправду. Потому что сестра сказала более слабое утверждение. Понимаете? То есть, если Вася сказал правду, и гостей было больше, чем шесть, а сестра собрала, и гостей было не больше, чем пять, то это лишь противоречие. Поэтому на самом деле сестра сказала правду, Вася собрал, гостей было шесть. Отлично. Ну, дальше задача о правительстве. Двести девяносто шестая. В правительстве двадцать министров, по крайней мере, один из них честный. Но известно, что из любых двух министров хотя бы один продажник. Сколько в этой замечательной стране честных министров? Да, один. Почему? Потому что, если было бы больше единицы, то тогда бы нашлась пара, где два человека. Правильно. Если бы вдруг в этом крае были бы два или больше честных человек, то мы из них составили бы самую честную пару. Но поскольку в задаче четко сказано, что из любых двух хотя бы один продажник, то такого не бывает. И на самом деле честных министров сколько? Один. Один. Отлично.